Добрый день, в эфире радио «Алмазный край» и микрофон Григорий Евтодий. 18 ноября в свету откроется образовательный форум «Вилюй». Организаторы обещают рассказать, как создавать молодежные проекты. Ну что это за проекты? На что они направлены? И кого ждут в качестве участников на форуме? Об этом и не только сегодня мы расспросим нашего гостя. Представителя команды организаторов форума. Председателя Мирненского районного комитета молодежи Максима Бессонова. Максим, рад видеть в нашей студии. Добрый день. Доброго дня. Я тоже рад вас видеть. Форум «Вилюй» проводился достаточно давно, последний раз в Мирненском районе. По-моему, три года назад. Боюсь здесь ошибиться. Здесь поправьте меня. И здесь нужно напомнить о том, а какая цель у этого форума. Ведь потому что мы можем вспомнить, я не знаю, питерский международный экономический форум, где сама суть этого форума в названии. Экономический. Туда люди приезжают для того, чтобы о себе рассказать. Ну и, скажем так, с другими контрактами или договоры заключить. То же самое в Восточной экономической форуме и так далее и тому подобное. А здесь форум «Вилюй». У вас какая цель здесь проведения и организации этой площадки? Ну, первое, я расскажу о том, как давно он не проводится. Не проводится он с 2018 года. Это целых у нас, получается, 7 лет уже. Промазал, надо же, на 4 года аж. Да, поэтому, почему не проводилось до этого, я только в общих чертах представляю это. Ну, скорее всего, были другие мероприятия, как «Мирный поэт о мире», и так насыщенная программа у районного комитета молодёжи. Вот. По поводу наполнения. Это, если есть экономические форумы, вот питерские, то наш форум, он молодёжно-образовательный. Он собирает молодёжь в одном месте всего района и даёт им знания, навыки, компетенции, которые позволят им в дальнейшем помогать развивать район вот этими навыками, которые мы дадим. То есть это именно образовательная часть и образовательная платформа? По сути дела, мы выбираем самую активную молодёжь, которая есть в районе. Это именно та прослойка, которая будет реализовывать молодёжную политику на своих местах. Это же не только «Мирный», это все остальные поселения, северные площадки, центральные, которые смогут свои идеи, которые у них уже есть, они смогут на этом форуме их развить, обдумать, обсудить с экспертами и дальше реализовывать в своих поселениях. В общем, это создаться единый организм такой молодёжной политики, который будет друг с другом взаимодействовать и реализовываться. Ну хорошо, если говорить о примерах самых таких ближайших, понятно, что есть экономические форумы, о которых я чуть ранее сказал. Я повторю здесь, восточный экономический форум или ещё чего-то в этом духе. Вот этот ваш формат, он по своему духу, он ближе к чему из известных вам форматов? Какой-нибудь, я не знаю, форум «Сириус» или ещё что-то в этом духе? Знаете, данный формат, на самом деле, он очень популярен, в принципе, уже по всей России, молодёжных таких форумов. Их цель какая? Чтобы дать эти знания молодёжи и чтобы молодёжь по итогам на этих знаниях написала какой-либо социальный проект, как индивидуальный, так и в группах. Наша форума основывается на том, что мы ребят сначала обучим это всё, объединим, разделим по группам, и они в этих группах напишут свои проекты, которые смогут повлиять на жизнь нашего района, ну или своего поселения. И вот эксперты им помогут сформировать, упаковать эти проекты, и район постарается поддержать их в этом. Ну, это, кстати, о молодёжи, потому что это понятие уж больно растяжимое. Какие у вас возрастные рамки? Да, молодёжь действительно понятие достаточно растяжимое. Вот мы пока придерживаемся более стандартных 18-35, ну не от 14-ти, понятно, потому что 14-ти это ещё учащийся в школах, от 18-35, но основной акцент при отборе заявок мы делаем всё-таки на возраст 20-22 года и до 30-ти. То есть это такие студенты, скажем так, в какой-то степени? Это такие студенты и молодёжь, которая уже начала работать, которая всё равно полна идей каких-то, которых ещё не погрузила обычная жизнь семейная, но вот. У которых ещё есть силы и энтузиазм заняться чем-то, помимо, скажем так, рутинной работы и всего остального. Но опять же, если будет у нас представитель 18 лет или 35, у которого по резюме будет видно, что у него действительно очень много идей, и он хочет реализовать, мы этого человека обязательно возьмём. Максим, мне очень интересно знать, кто, собственно говоря, спикеры этого форума, потому что любые форумы, любые, опять же таки, такие мероприятия держатся на во многом приглашённых гостях, то есть тех людей, которых можно услышать, по крайней мере, только в рамках этого мероприятия в Мерденском районе. Кто же будет выступать на форуме, кто будет рассказывать о своём опыте и преподавать участникам? Да, действительно, мы пригласили очень сильных спикеров, которые проведут образовательную программу. Они её продумали от самого начала до конца сами. Один из них — это Мазуровский Максим. Он предприниматель, организатор большого форума «Воздух Карелии», который ежегодно собирает несколько тысяч человек. Также он кандидат до экономических наук и автор образовательных программ. Одна из них очень известна — это гиперборея «Битва идей». Кому интересно, можете загуглить, она у вас сразу выйдет. И, честно, очень насыщенный такой образовательный курс. Также у нас есть Савельев Юрий. Он профессор Северо-Западного института управления при президенте. И он тоже привносит в образовательную часть очень много финансовой точки зрения, чтобы можно было все эти проекты реально реализовать, продумать и найти ресурсы на их реализацию. Также Косинков Илья у нас, он руководитель проекта «Экорафтинг» и представитель профсоюза Карелии. Интересно. «Рафтинг» — это, конечно, звучит здорово. Я знаю, что у нас есть люди, которые занимаются этим сейчас направлением активно в плане туризма. Может быть, им тоже будет интересно послушать. Правда, что-то мне подсказывает, что кому-то из них исполнилось уже 35 лет достаточно давно. Но еще раз просто хотелось бы здесь уточнить и как-то поставить акцент. Потому что в начале нашей беседы я сказал то, что вот молодежные проекты. Как-то так, знаете, без особой конкретики. А у вас эта конкретика все-таки присутствует, заявленная конкретика. То есть вы ждете не просто каких-то молодежных проектов, я не знаю, а проектов именно укладывающихся в определенную конву. Вот об этой конве как раз я и хотел расспросить. То есть что именно за заданная тематика у этих проектов, которую вы, по крайней мере, хотите получить как результат этого форума? У нас, смотрите, есть четыре основных направления. Это патриотическое воспитание и гражданственности. Второе направление — это медиа. Третье — предпринимательство. Четвертое — развитие лидерских качеств. То есть это те направления, которые сейчас очень востребованы, актуальны. И на основе этих идей мы будем, во-первых, давать знания и понимания экспертами. И на основе этих знаний и будут формироваться их проекты. То есть у них будут проекты, и каждый раз, на каждом образовательном днём они получают знания, их у нас целых пять дней. Проекты будут дорабатываться. Это как пластилин, потихоньку будут обрубаться, подстраиваться эти проекты, и в конце должно выйти, по сути дела, рабочая уже действующая модель, которую можно будет реализовать. И будет защита этих проектов или просто презентация какая-то? Да, конечно, будет защита. И мы уже... У нас есть версия, в каком именно формате мы поддержим победителей наших проектов. Ну, пока что не могу с теми её озвучить, потому что нужно её согласовать немножко и с экспертами, и с администрацией района. Вот, поэтому... То есть хотите поощрить ещё как-то финансово? Это, наверное, не то, что поощрить, а поддержать победителей. Чтобы они не просто так его написали, потому что из года в год проблема таких форумов, а ни в чём. Потому что в основном молодёжная просто пособралась, понапланировала и разошлись. То есть ни к чему дальше это, как правило, не доводит. Потусовались, познакомились друг с другом. Как обычно, такие форумы и работают де-факто. То есть завязать контакты. Это не такая уж и маловажная, на мой взгляд, часть этих проектов. Но да ладно, вернёмся к защите. Да, я на самом деле с этим, кстати, тоже это не проговорил, но это, наверное, даже основа, чтобы эти молодые люди выстроили между собой коммуникации и взаимодействия, ведь они дальше будут... Если они активная молодёжь, они же, скорее всего, будут занимать высшие посты, какую-то будет активную жизненную позицию проявлять. И когда каждый из них будет занимать какие-то должности, они выстроят целую систему как раз. Они уже будут не молодыми людьми, а взрослыми, которые и реализуют, собственно говоря. Такой нетворкинг. Да, такой нетворкинг. Ну хорошо, окей. По поводу участников ещё один момент, который я боюсь упустить, а он важен. А именно требования к самим участникам. Ещё раз, активные, замечательные. Вот наверняка сейчас нас слушают или смотрят молодые люди, которые вроде как будто бы подходят под этим описанием. Но по требованиям. Мы проговорили возраст. Опять же таки, от 18 до 35 лет. Ещё, опять же таки, что нужно сделать, чтобы попасть на этот форум? Написать какое-то эссе о себе. Я не знаю, запомнить анкету. Просто позвонить и сказать, я хочу. И, может быть, даже какую-то роль имеет прописка. Может быть, вы принимаете студентов, ну, имеется в виду участников, только из Мирненского района, или здесь открыт этот форум для соседних районов? Чтобы зарегистрироваться на форум, необходимо подать заявку на одностраничном сайте, который есть у нашего образовательного форума. Там будет ряд вопросов, о которых нужно как базовые данные себе заполнить, так и свои компетенции, опыт в какой-либо сфере. Вот, исходя из этих данных, мы отбираем наших участников. По поводу того, что из других районов у нас же есть несколько заявок, одного человека мы уже точно отобрали, двое пока под вопросом у нас... Несколько заявок из других регионов? Да. Районов имеется в виду. Районов, да. Из регионов пока немножко нашли, пока на районах. Вот. Поэтому у нас есть же отобранный список из пяти... Всего участников у нас 60, которые будут разбиты на 4 группы и будут работать в командах. 50 человек мы уже отобрали точно, просто их компетенции, ну, их резюме очень нас заинтересовало. И 10 мест мы пока оставляем вакантными и придерживаем их, потому что мы хотим еще до конца всей этой недели пополучать заявки, отобрать действительно самых лучших, чтобы форум прошел действительно качественно. Вот. Поэтому заявку можно подать еще раз на сайте, который мы где-то сможем указать, да, наверное. Обязательно. Я надеюсь, что в веб-версии, вернее, в видео-версии этого интервью, наши зрители смогут увидеть где-то титрами ссылку на этот форум, на форум заполнения анкеты. Имеется в виду. Достаточно, что в поисковике забить вилюй 20-24, и он владеет самый первый, можно будет найти, перейти и заполнить анкету для участия. Окей, то есть почти уже места заканчиваются. Пять дней проходит форум. Я вот специально даже, пока мы общались, посмотрел еще раз в календарике, ничего ли я не перепутал, скажем так, вы на рабочую неделю решили, вот эти вот с 18 по 23 ноября все это выпадает, де-факто. Здесь обязательно ли участие каждый день, на каждой из сессий, которые там представлены, участникам появляться, или можно выборочно как-то, ну, приехать на ту часть форума, которая касается конкретного участника, допустим. Послушать там, я не знаю, лекцию от кандидата наук, о котором вы сказали, или о том самом организаторе форумов в Карелии и так далее, и тому подобное. Да, пять дней это действительно очень много. Я тоже на себе это прочувствовал, недавно был на том же молодежном форуме. Но в этом есть большой плюс. Когда ты работаешь с нон-стопом, с такими экспертами, тебе эти знания, они как мозаика складываются, вот что-то единое, и ты тогда только понимаешь, чего ты хочешь, как ты хочешь, и как ты этого сможешь добиться. Эксперты, кстати, они тоже по своим знаниям подобраны так, ну, сами подобрали, собственно, исходя из своего опыта реализации образовательных мероприятий, что они создают одну единую ту же картину. Один даёт знания из финансовой области, другой даёт знания из проектной области, другой там мотивации и вот этого всего, правового поля, допустим. Поэтому постить нужно будет все пять дней обязательно, потому что без этого, к сожалению, не получится реализовать все эти проекты, написать все эти проекты качественно. Вот. А по поводу количества, знаете, в этом есть какая-то трудность небольшая. Очень много людей, которые с большим желанием хотели бы тут поучаствовать, но у них, к сожалению, не получается, потому что пять дней это действительно много. У кого-то семьи, дети, у кого-то работодатели не до конца отпускают. Но вот, к сожалению, вот так вот картина складывается. Нам нужно пять дней, и это действительно даст хороший результат. Ну, мало ли, слушателям выступить там не как участникам, а просто сесть послушать лекцию. Вдруг. Как слушателям, знаете, у нас там слишком все уже органично продумано, распланировано и по аудиториям, и по таймингу все, что, допустим, у нас будет четыре аудитории и четыре группы, они будут просто так кругом переходить и получать те знания. Это же будет не просто... Лекции, на самом деле, будет таких минимальное количество. Это будет лекция, постоянно перетекающая в практику, где группа сразу же начинает взаимодействовать и понимает, как это работает. Все начиная от команды образования до каких-то фактических навыков написания проекта. Ну что ж, напомню нашим слушателям и зрителям, что говорили мы о форуме «Вилюй-2024». Этот форум возобновляется, возвращается, в том числе силами Миринского районного комитета молодежи. Как раз с председателем этого комитета мы сегодня говорили, Максимом Бессоновым. Максим, еще раз большое спасибо, что смогли найти время и прийти к нам в студию. Желаю удачи вам и участникам форума. Ну и напомню то, что если кто-то заинтересовался, еще есть свободные места, то достаточно в поисковике вбить, опять же таки, запрос в форум «Вилюй-2024», и дальше вы, вероятнее всего, в одну из первых ссылок попадете на ссылку как раз именно по заполнению анкеты, по отправке заявки. 18-го числа стартует форум, и время еще подать вашу заявку у вас, соответственно, есть. На этом все. Удачи. Оставайтесь с нами. Счастливо. Спасибо.